Всем привет, это Тимур Шукуров и Халиде Челенгирова. И сегодня еще одна красивая история. Главной героиней которой стала Лемара. Это как раз тот случай, когда результат может получиться просто восхитительный. Мне уже не терпится посмотреть. Итак, знакомимся. У Лемары большая семья, и она с удовольствием заботится о ней. Но, как обычно бывает в такой ситуации, ее интересы отошли на второй план. Лемара воспитывает трех прекрасных сыновей. Селему полтора года, Леману семь, он только пошел в школу, а старшему четырнадцать. Марлен с малых лет занимается спортом и входит в состав сборной Крыма по дзюдо. Из-за разницы в возрасте у каждого ребенка свои потребности. О себе Лемара думает в самую последнюю очередь. Есть еще такой момент, что после родовой период очень негативно сказывается на каждой женщине. Я не исключение. Это изменение фигуры, гормональные изменения, потеря волос. И, конечно же, моя внешность влияет на мое внутреннее состояние. Но она твердо решила, что так больше продолжаться не может. Я хочу приобрести гармонию, и я надеюсь на вашу передачу, что вы мне в этом поможете. Благо супруг относится с пониманием и поддерживает Лемару во всем. В общем, моя супруга меня устраивает, но я хотел бы увидеть ее в новом образе. Хочу отметить, что несмотря на плотный график, ведь трое детей это не шутка, Лемара неплохо выглядит. Легкий макияж, удобная одежда, она молодец. Я думаю, что мы можем слегка подкорректировать цвет волос и придать им форму. Ну и, конечно же, подберем что-то интересное в плане гардероба. Владимир у Лемара очень пышные, волнистые волосы. Как мне кажется, она не умеет и не пользоваться, не умеет подчеркнуть эту волну природную. По цвету мне тоже кажется, что этот цвет ей неплох. Оттеняют цвет ее кожи и, в принципе, я бы кардинально не меняла его. Хотелось бы услышать твое мнение на этот счет. Цвет ничего, но мы уберем красный пигмент полностью, придадим более прохладный тон натуральный и научим так, как правильно пользоваться этой кучеряшкой, потому что они очень красивые. Приступим. Хоть и красноватые оттенки сейчас в моде, но я бы не советовал вам бы использовать красные оттенки в дальнейшем, потому что они по вашему цветотипу очень старят. Красивое лицо, красивые черты лица, все правильно, но вот такое ощущение, что чего-то не хватает. Как ты думаешь, что мы можем подчеркнуть, чтобы лицо стало более выразительным? Да, я совершенно согласна. Очень хорошие выразительные черты лица, но вот брови, я бы, конечно, немножко изменила их форму, поскольку они играют очень большую роль. Они могут выражение лица полностью изменить и подчеркнуть недостатки или, наоборот, достоинства. Поэтому здесь форму бровей нужно немножко скорректировать. Видимо, мне бровей не хватало. Это точно. Мара, раз уж мы заговорили о бровях, хотела бы тебе дать пару советов по поводу того, как стоит правильно красить брови. Хотела сказать, что сейчас такая тенденция есть, что брови должны выглядеть натурально максимально, да, мы не делаем уже графично их, не выделяем сильно, поэтому они должны быть очень мягкие. При помощи теней я тебе сегодня покажу, как это правильно делать. Запомни правило, что начало бровей всегда должно быть светлее, чем хвостик. Это очень важно. Тогда лицо не будет казаться угрюмым. Спасибо за совет вам. Пожалуйста. Для Лемар мы подобрали достаточно демократичный комплект, как говорится, и в пир, и в мир. Свободные джинсы обыграли шелковым топом в бельевом стиле. Добавили очень интересный жакет с согласным лацканом, который придает всему образу налет шика. Жакет мы можем заменить объемным кардиканом, а туфли на каблуке на лоферы, либо белые кеды. И в таком виде можно идти куда угодно. Сегодня у нас очень интересная история. Мы провели день в компании прекрасной мамы, мамы троих сыновей, которая немного о себе забыла. Наша команда решила напомнить Лемаре, что она еще и прекрасная женщина, и помочь ей немного преобразиться. Результаты нашего труда вы сейчас оцените и, надеюсь, останетесь довольны. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что каждая женщина мечтает о таком преображении. И нашей Лемаре очень повезло, и тем более она попала в руки достойнейшей, из достойнейших халиды ханум. Наша Манашка очень сильно понравилась нам. Она изменила нам образ свой и стала королевой. Я желаю нашей Лемаре-таташке, чтобы этот невероятный блеск в ее глазах никогда не угасал, и чтобы она смогла полюбить тебя снова. Я очень рада, что попала по рукам профессионалов, получила невероятное удовольствие. Огромную хочу благодарность выразить за свой образ. Выгляжу очень свежо, стильно. Спасибо вам большое. Надеюсь, вас тоже тронули эти невероятные эмоции. На самом деле, такой кайф видеть счастливые глаза наших героинь. А нам уже пора прощаться. Через неделю вас ждет новый выпуск. Не пропустите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok